Наша смерть Потому что в каждый дом он проникает через свое окно. Однако, если все окна закрыть, то это распадение на части исчезнет, перестанет быть видимым. Так можно посчитать число ягод в грозди винограда, однако нельзя посчитать сок, который из этой грозди вышмут. Душа человека, заключенная в теле, живет благодаря свету Аллаха и может спастись из этой тюрьмы только посредством смерти. Об ушедшем в мир оно не говорят дурное, ибо, освободив душу, он снимает различия между благим и скверным. Думай только об Аллахе. Не суди людей. Не суди о том, что тебе не дано видеть. Не суди, и тогда будет дана тебе способность видеть по-иному. Не судя других за их поступки, ты обретаешь иное видение, которое не ограничено рамками того, что видят твои глаза. Этому видению открыто все. Когда пространство освещается светом, источаемым Аллахом, то глазам становится все совершенно очевидно. Субтитры создавал DimaTorzok Аллах источает бесконечное количество света, Но не думай, что весь свет исходит от него. Только ровный и нескончаемый свет есть свет Аллаха. Бренный же свет, проходящий – это свойство и признак человеческого или иного тела. О, Аллах, этот человек удостоился твоей милости. Словно птица с небес спустилась к нему иное видение. Глазам его открылись небесные пространства. Он устремлен ввысь в поиске тебя. Так даруй же возможность ему узрить твою божественную красоту, или хотя бы не прячь от него свой небесный чертог в наказание за дерзость, за этот душевный изъян. Хорошо, что ты настоял на охоте, Ильяс. Давно я уже никуда не выбирался. При вашей занятости это понятно, Шахзады. Вот отдохнете, подышите лесным воздухом. Только ты один обо мне и думаешь. Не говорите так, Шахзады. Государь и Мехримах Султан душил вас нечаянно. Как бы мне хотелось быть рядом с ними в это тяжелое время. Особенно рядом с отцом. Мехримах говорит, что теперь он перестал даже улыбаться. Ни с кем разговаривать не хочет. Да не лишит нас повелителя нашего Аллах. Аминь. Шахзады. Если желаете, можно сбежать. Передохнуть от надзора. Наконец-то вы вернулись, госпожа. Без вас следить за дворцом так сложно. Но все в порядке, надеюсь? Да, хвала Всевышнему. Ихъеби помогал нам очень. Но всех беспокоит Шахзады, госпожа. Девушки его не видят, совсем пошли слухи. Кому это здесь в голову пришло сплетни распускать Шахзады? Собери во дворе всех девушек. Так, я приду сейчас туда. Как прикажете, госпожа. Мустафа. Матушка, здравствуйте. Не могу никак поверить. Мир праху я. Аминь. Одно утешает. Умерла со спокойной совестью. За Ибрагима Пашу она сумела все-таки отомстить. Повелитель сдал очень сильно. Последние события его подкосили. Говорят, разум его покидает. Сохранял их. Мустафа, Мехримах и Рустем уже действуют. Они все сделают, чтобы трон занял Мехмед. А он ближе, чем ты, находится к столице. Матушка, да откуда вы все это взяли? Сынок, это правда. И если ты, наконец, не встряхнешься и не позаботишься о своей судьбе, то тогда, то тогда так и будет. Дошлы Джалы, Хызыра Хайредина Пашу уехал встречать. Скоро они приедут. Раз мне, ты не веришь, спроси у Паши, что происходит. Не могу я больше заниматься гаремом. Каждый уголок там напоминает о матушке. Мне тяжело. Нельзя оставлять без присмотра гарем. Иначе люди Шах Султан и Махидевран Султан тут же наводнят его. Да и повелитель, его состояние ухудшается. Поступок Хасиджа Султана и ее страшное самоубийство – это для него как нож в сердце. Еще бы, конечно. И Алиага исчез. Видно, мы не узнаем, где матушка и что с ней. Михримах, не терзай себя не тешь напрасной надеждой. Хирем Султан отошла в мир иной. Смирись с этим, иначе с тобой будет то же, что и с нашим повелителем. Пока я хотя бы волоска с ее головы. Не увижу меня никто не убедит, что она умерла. Хазыр Хайридин Паша. В Амасью поехал, говорят. Скоро поход и этот визит, честно сказать, очень не нравится мне. Они верны повелителю и никогда не пойдут на бунт. Не ручайтесь за ней, госпожа. С Хирем Султан сами видите, что случилось. Уверен, это они ее убили. Хатиджа Султан не могла все это сделать одна. Просто она на себя вину взяла и этим спасла остальных. Докажи мне это, Рустем. Какой толк нам ворошить прошлое, госпожа? У нас теперь одна важнейшая задача. Защитить вашего брата Мехмеда. Убереть Шехзаде и во время похода особенно. От Шехзаде мы получаем из Санджаков вести регулярно. У них все хорошо, хвала Аллаху, государь. Я рад. Как там мой Мехмед? Мы внимательно наблюдаем за ним, повелитель. Он очень толково ведет дела в своем Санджаке. и снискал заслуженное уважение. В Манисе все только с похвалой отзываются о Шехзаде. Ладно, хорошо. Все его мысли о вас, государь. Он просит разрешения приехать в столицу навестить вас. Я к нему сам съезжу, если будет воля Аллаха. Войдите. Повелитель. Волков Чеглоун. О слуге Хатидже что-нибудь узнали? Виноват государь, но мне пока не удалось на его след напасть. Тогда ступай, и пока не найдешь его, на глаза мне не показывайся. Еще я бы… И ты иди, Паша. Уходите оба. Оставьте меня. Великий визирь Хазрат Лири. Не входи, Хюсреф Паша. Повелитель никого сейчас видеть не хочет. Хюсреф Паша, надо срочно найти Олегу. Этот негодяй сейчас как в воду канул. Пусть попадется мне только, я сердце у него из груди вырву. Я и помыслить не мог, что он вытворит такое, иначе бы не отдал госпоже в услужение. В Буснии он мог сбежать? Нет, не думаю. Но стоит на всякий случай выяснить. Еще хвала Аллаху, что повелитель поверил в мою невиновность. Насчет этого не тревожьтесь, Паша. Все хорошо вас знают. Но какое-то время не беспокойте его. И мы не будем. Его горе и гнев очень велики. На Сухофельте. Поздравляю, Шех Заде. Нам удалось избавиться от охраны. Ты как маленький, Ильяс. Что это тебе вдруг в голову пришло? Я видел, что вы опечалены. Если вам хоть чуточку веселее стало, я рад. Да меня расстроила смерть Хатиджи Султан. Почему она покончила с собой? Ты ничего об этом не слышал? Нет, Шех Заде. Но она же и раньше это сделать пыталась. Да, но с тех пор прошли годы. Ума не приложу. Что же случилось? Аллах, упокой ее душу. Аминь. И Мустафа молчит. С тех пор, как я здесь, он ни одного письма мне не прислал. А что ж вы сами не напишете ему, Шех Заде? Он на меня очень зол был за то, что меня назначили в его санжак. Как будто я в этом виноват. Но так приказал повелитель. А Мустафа знает прекрасно. Его приказы не обсуждаются. Шех Заде Хазратери. Нашли все-таки. Никуда от вас не скроешься. Пошли, Ильяс. Охотиться, пока есть время. Светло еще. Я сама поговорила с ним. Никому не могла это доверить. Ну, а я надеюсь, никто вас не слышал? Нет. Я дала все нужные указания. Скоро получим вести. Думаю, это не так-то легко, госпожа. Никто в этой смерти не должен вас заподозрить. Ильясу я полностью доверяю. Он найдет какой-нибудь способ. Ну, а нам остается ждать. Госпожа. Здравствуй, Малко Чеглу. Вы меня хотели видеть? Да, я… я хочу тебя попросить. Поиски, как я понимаю, закончены. Никто уже не ищет матушку. Все потеряли надежду ее найти. Госпожа. Ты думаешь, как и все, я знаю. Но я не могу смириться с этим. Не могу и не хочу. Я должна знать, что случилось с матушкой, и помочь мне. Можешь только ты, Малко Чеглу. Али Агара сказал бы все, а больше у нас нет ничего. Но я никак не могу его найти. Мурада Агута нашел ведь, и его найдешь. Только не бросай поиски. Да. Шахзаде. Паша, зачем ты приехал? Ташлы Джолы не предупредил, что я в Апале. Ну как же, предупредил. Я поэтому и приехал, Шахзаде. Рустем, это только на руку. Тебе не стоит напрасно злить нашего повелителя. Чистой воде нет вреда от кваканье лягушки. Шахзаде решено готовиться к походу. Повелитель хочет проучить австрийцев, осадивших Бешт. Он по готовности сразу с армией в Буду двинется. Помощи просят и французы. Так что я с флотом в Марселе ду. Объединенными силами опять сразимся с Карлом. Поглядим, сдержат ли свое слово французы на этот раз. Ну а насчет меня что? Вы останетесь в Санджаке. И Шахзаде Мехмед тоже. Я верю, что все будет хорошо. Однако исключать нельзя любого исхода. Матушка говорила. Шахзаде, прислушайтесь к словам Махидевран Султан. Над нашим государством нависли черные тучи. Лучик у света не пробиться. А раз такое дело, наш Шахзаде, как самый сильный и достойный претендент на престол, должен собраться и рассеять эти тучи. И что ты советуешь? Я что, должен убить Рустема и вступить на престол? Помилуйте. Ну что вы. Я хочу всего лишь одного. Так же, как хотят этого и любящие и поддерживающие вас воины и народ. Скажите свое слово. Покажите им, что у этой великой страны есть хозяин. У нее и так уже есть хозяин Харидин Паша. Султан Сулейман Хан Хазрит Лери. А мне судьбой уготована такая жизнь. Обещаю вам, госпожа. Я сделаю все, что смогу. Но боюсь, что дело долгое. Так что наберитесь терпения. Благодарю. Я знала, что могу на тебя положиться. Малко Чуглу! Паша, а мы вот с Балибеем как раз говорим о делах. Я велел тебе держаться подальше от нас. А то и дело натыкаюсь на тебя. Почему? Госпожа. Отвечай, когда спрашиваю. Я доверенное лицо Повелителя. Я, кажется, держусь уважительно с вами. И вы соблюдаете должное почтение. Ты пьяница и волокита. А я не уважаю таких, кто бы они ни были. Малко Чуглу! Я прошу тебя. Поздравляю тебя, Малко Чуглу. Тебе это дорого обойдется. Ты поднял руку на визире. Ты что вытворяешь? Я сегодня же об этом доложу Повелителю. Если ты ему расскажешь, потеряешь меня, Рустем. Он не виноват ни в чем. Я вызвала его. Сама. Сама? Да, я сама. Насчет Алиаги узнать хотела. Известно ли о нем что-нибудь уже, вот и все. И вообще, что может еще быть? Все. Ничего не было. И Повелитель об этом не узнает. Я не хочу, чтобы невинный человек пострадал из-за меня. А если вдруг это откроется и с Болибеем что-нибудь случится, ты ответишь за это, Рустем. Спасибо. Армия выступает в поход. Я не иду, Повелитель почему-то решил меня оставить. Рустем Паша еще что-нибудь сообщил? Мустафа в поход тоже не пойдет. Пишет еще, чтобы я Санжак не покидал, пока они не вернутся. У Паши, видно, есть на это основания. Ладно, уже поздно. Ты разбуди пораньше меня. Я хочу с утра прогуляться. Как прикажете, Шахзаде. Пойду осмотрю округу. От Шатра ни на шаг не отходите. Госпожа. Я очень сожалею, что так получилось. Но ты не беспокойся. Он не расскажет Повелителю. Я не допущу, чтобы ты пострадал. Доброй ночи, госпожа. 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 Ну, ты принес? А зелье моё шоксаты дали? Да, всё сделал, как ты сказал. Да он уже заснул, да, возможно. Ладно, ступай. Да осторожно только. Не попадись. В Гареме порядок. Никаких происшествий и затруднений нет, повелитель. Я безмерно благодарна Мехримах Султан. Она так добра, всегда помогает мне. Вы можете быть спокойны. Хорошо, если это всё, можешь идти. Повелитель, простите за дерзость, но я бы вам хотела сказать, если позволите. Повелитель, вы знаете, я служу у вас с того благословенного дня, как вы появились на свет. Ну, и если для вас что-то значит моё мнение, подумайте над моими словами. Ваша матушка, Айши Хавса Султан, пусть она покоится с миром. Аминь. Батюшку вашего султана Селимхана Хазрет Лери очень любила, и она была ему предана всей душой. Я помню, мы с госпожой были в старом дворце, когда пришла весть о кончине повелителя. Я видела в её глазах такое горе. Она так дышала, с трудом, как будто не хотела. И вот в таком состоянии она всё же немедленно приказала вызвать вас. То есть, она поступила, как нужно было, правильно. Она предпочла не в море печали утонуть, а искать силы и поддержки у своих детей, чтобы встать и стоять твёрдо ради них, а также ради блага нашей великой страны. Я хочу сказать, повелитель, пора вам заканчивать траур. Рабов своих верных озарите вновь светом своего лейка. Если луна перестала светить, надо искать истинную причину Афифехатун. Дело не в облаках, окутавших её. Если сам источник света исчез, то зажги-то хоть тысячу свечей, всё будет. Образно. Шек Заде заснул уже? Да, кажется, заснул. Ладно, пойду взгляну. Ладно. Гор 2500 Цветка Родич Наступ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мехмед! Аллах, не допусти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По приказу Рустема Паши, на время отсутствия повелителя в целях безопасности Шехзаде вводятся особые меры. Приказы исполнять только мои. К Шехзаде никого не допускать. Понятно. Будьте уверены, даже комар не долетит до нашего Шехзаде. Хорошо. Это вы главный стражник? Что это вы ночью пришли? Мне нужен Шехзаде. Я должен немедленно его увидеть. Шехзаде спит уже? Подождите до утра. Прошу, садитесь. Дело очень серьезное. Разбудите Шехзаде. Подождите-ка. А что, собственно, такое? Что вдруг за срочность? Стража! Убейте эту мразь! Шехзаде! С вами все в порядке, Шехзаде? Эта гадина не укусила вас? Что ты сказал, Ильяс? Какая гадина? Аллах спас вас, Шехзаде. Хорошо, что пришел главный стражник. А то бы мы змею не увидели. А чего ты пришел ночью? У меня очень важное известие. Джихан Хатун упала. Потеряла сознание. Она не пострадала. Однако есть угроза, что она потеряет ребенка. Так, сейчас же собирайтесь. Домой уезжаем. Как прикажете, Шехзаде. Вы слышали распоряжение Шехзаде? Идите, будите всех, живо! Ильяс, а ведь я... обязан тебе жизнью. Я выполнял свой долг. Да и не я спас вас, а наш Всевышний. Если бы не это известие, то... Видно правильно, говорят, Ильяс, что нет худа без добра. Алка Чуглу, повелитель. Уже очень поздно. Что ты здесь делаешь? Я давно поговорить хотел. Но удобного случая не было за всеми событиями. Если вы позволите, я бы хотел после похода домой уехать. Да, конечно, поезжай. Ты столько времени там не был. Погостишь, повидаешь родных. Я совсем хочу вернуться. Погостишь, повелитель. Я не могу. Погостишь, повелитель. Так, значит, и решил оставить нас. Что вы, повелитель? Я всегда буду верно служить вам и нашей великой династии. Быть подли вас это самая великая честь. Но... Но только вот... во дворце... Мое место не здесь, повелитель. Скоро все равно поход, после него и обсудят. Султан Сулейман хан Хазрет Лири. Государь, пусть эта война будет угодна Аллаху, а сабля ваша астра. Аминь. Я день и ночь буду молиться за вас, повелитель. Молиться о том, чтобы вы победили неверных. Эхримах. Гарем я тебе поручаю. Галифэм и Афиф Эхатун всегда будут рядом с тобой. И хорошенько о Джихангире заботься. Вы о нас не думайте. Даст Аллах, у нас огорчений не будет, кроме горючей тоски по вам. Иншаллах. Галифэм. Да поможет Всевышний всем вам. Аминь. Уверяю вас Аллаху. Я тебе помогу, Мехримах. Буду часто приезжать. Нет, госпожа, не надо. Не приезжайте. Что это значит? Нас связывает только повелитель. Когда его нет, я не желаю не видеть вас тут, не слышать ваш голос. Госпожа, ссоры нас до добра не доведут. Сейчас наоборот, объединиться нужно, держаться друг друга. Я не объединяюсь с теми, кто пролил кровь моей матери. До возвращения повелителя Шах Султан не пускать сюда. Не много ли ты берешь на себя, Мехримах? Кто ты такая, что командуешь тут? Повелитель и только он меня может изгнать из дворца. Я госпожа и не простая. Меня зовут Мехримах Султан. Я дочь Юрем Султан. Захочу не только из дворца, я вас из столицы выгоню. Кто мне помешает? Где этот герой? Госпожа, но согласно установленному порядку... А ты не лезь! Не тебе меня учить здешним порядком. Я не желаю видеть ее во дворце. А если вы явитесь сюда, то Мирджанага головы лишится. И многие другие тоже. Решайте. Эту выходку я никогда не прощу тебе, Мехримах. Никогда. Ну что, пора в путь? Да, поеду сначала в столицу, мы будем оттуда выступать. Потом с французами соединимся и тогда уже двинемся на Карла. Да поможет вам Аллах Паша. Пусть это сражение овеет вас славой. Аминь, госпожа. Французам доверять нельзя. Они могут в ответственный момент бросить вас. Так что будьте бдительны. Придет день, когда вы снова выйдете на поле боя. И вот тогда мы с вами завоюем весь этот мир от края до края. Иншаллах из Ирхайреддин Паша. У вас еще много впереди славных побед. Да хватит вам. Эти мечты уже в прошлом остались. У меня во всяком случае. Мне даже нельзя выезжать из Санжака. Пойдемте, Шахзада. Куда? Я вам сейчас покажу кое-что. Ну и тогда вы решите. В прошлом ваши мечты. Или вот перед глазами. Шахзаде Мустафа Хазретлери! Шахзаде Мустафе Аллах, Аллах или Аллах! Ваши повысли чисты, сердце открыто! Напои свою саблю кровью! На площадь головы бросая! А сколько их вовек никто не узнает! Силою саблею враги разбиты! Шахзаде Мустафе преданность наша не будет забыта! Споем сорок гимнов ему! Мудрость Шахзаде воспоем! Господин наш защитник, повелитель наш отец! Будь же славен сейчас и вовек! Видите, в вашей жизни судьба принадлежат не только вам, Шахзаде. Вот как они любят вас. Они готовы идти за вами на смерть. Вы не вправе бросать их? Так разочаровывать своих орлов. Славные герои! Отважные воины исламской армии! Вы отправляетесь в поход против неверных, против врагов наших! Да поможет вам Аллах! Аминь! Вы лучшие! Воины османской армии! Краса и гордость! Честь и великая слава ее! Да наполнит Аллах силой ваши руки и верой ваши сердца! Аминь! Я благодарю Аллаха за то, что я, Шахзаде, удостоен такой великой чести! Вашей искренней и верной любви для меня нет больше награды, чем это, друзья мои! Да будет храбрецы путь ваш, легок и скор! А ваши сабли остры! Аминь! Шахзаде, Мусаде, слава! Шахзаде, Мусаде, слава! Успешку присосеять! Шехзаде! 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 Шехзаде. Джихан... Ну как ты? Вот сейчас увидела вас и у меня сразу всё прошло. Фахрия колфа. Так что случилось? Она потеряла сознание и упала. Началось кровотечение, но уже всё, остановили. Хвала Аллаху. Только это опасно очень для ребёнка. Ей надо принимать лекарства, и главное, меньше двигаться, лежать. Значит, пусть лежит, раз нужно. Делайте всё, что необходимо. Да, не беспокойтесь, Шихзаде. Из-за меня вам пришлось охоту бросить. Я вам не дала отдохнуть. Простите. Да я брошу всё ради тебя, Джихан. Ты свет мой, моё сокровище. Мы, как узнали, сразу выехали. Положение действительно серьёзное. Лекари говорят, что вроде обойдётся. На нас другая, ещё большая беда свалилась. Шихзаде Хазритляри с возвращением. Благодарю, Лала. Как дела? Ты что так смотришь? Да плохи дела, Шихзаде. Есть сведения, в Акхисаре заразная болезнь людей косит. Какая же? Чума опять? Не чума у поселок, но такая же страшная, Шихзаде. Оспа. Сейчас же главного лекаря пошли туда. Пусть возьмёт своих людей. Если это оспа, они должны принять меры, чтобы не допустить её распространения. Слушай, Шихзаде. Оспа – болезнь смертельная. Надо бы и дворец обезопасить. Фахрие даю указание. Она опытная. Она сделает всё. Ну и потом мне доложишь, Ильяс. Повелитель. От Хазыра Харидина Паши пришли вести о победе. Он захватил крепости Мессину на Сицилии, а на юге Италии – Реджо, и до основания разрушил обе. После этого он пересёк пролив и вошёл в воды порта Гаэта недалеко от Неаполя. Его губернатор отказался сдаться и отдал приказ стрелять из пушек, в результате чего погибло несколько наших воинов. Тогда Паша высадился на берег и захватил город, взяв очень много трофеев и пленных. Харидин Паша направляется в порт Осте, что лежит в устье Тибра и является вратами Рима. По донесениям из Рима, папские монахи с криком «Барбаросса» едут, уже бегут с Капитолийского холма. Пускай папа и Карл трепещут. А наш путь по воле Аллаха будет открыт и саблеострый. Аминь. Бейлербей Боснии Улама Паша вошёл в венгерские земли, захваченные Австрией, и приступил к их завоеванию. Румельский Бейлербей Ахмед Паша тоже участвует в походе. Он взял крепость Валпу, а также Шиклаш. Касымбей с гарнизоном Мохача подчинили себе крепость Печ. Ну, что скажете, Паши? Куда двинемся дальше? После смерти Заполии австрийцы, как известно, захватили Эстергом, укреплённый район между реками Дунай и Грон. Если мы завоюем Эстергом, мы нанесём большой удар Фердинанду. И обезопасим Буду. Эстергом станет для нас важным стратегическим центром на границе. Государь, по данным лазутчиков, он мощно укреплён. В Эстергоме, кроме своих частей, сосредоточены ещё испанские, итальянские и германские. Если вдруг осада затянется, нам помешают дожди. Хёсреф Паша, сколько у нас пушек? 315, повелитель. Мы захватим Эстергом дней за 15 и дальше на Секеш-Фехервар двинемся. Таким образом, мы отодвинем оборонительную линию от Буды. Хёсреф Паша, я считаю, прав. Мы идём на Эстергом, и да поможет нам Аллах. Аминь. Малко Чугло. Не стоит быть столь самоуверенным. И близостью к повелителю кичиться не советую. Был у него Паша, такой же близкий, так он в земле лежит. Бей. Не марайся. Горько. Что такие теперь вершат дела страны? Гюль-Бахар! Что прикажете, госпожа? Кто трогал мои письма? Это ты? Ну что вы, госпожа? Нет, как можно? Всё перемешали. Странно. Кто здесь копался? Госпожа. Я велел накрыть вам сегодня стол на террасе. Мне не до обеда, Сюмбюль. Последнее письмо от Рустема исчезло. Кто-то в мою шкатулку лазил. Что вы такое говорите? Позвольте, я сам посмотрю. Смелый. Ман Рахим. Тут пустяки имена, Хатун. Рустем написал стихи. Ну и предупреждает Мехримах, чтобы она была осторожна со мной. Как повелитель уехал, в гареме мышь не проскользнёт. Даже Мирджану Аге запрещено входить. И говорят, что вы испугались. Мехримах, дитя. Пускай себе играет. Я... Я не буду отвечать ей. Вполне достаточно просто приехать во дворец. Ты ещё советы давать мне будешь? Ты своё дело делай. На, вот. Положи письмо на место, пока не хватились. Как прикажете, госпожа. Кто-то заходит сюда, крадёт письма из моей шкатулки, а вы не знаете ничего? Я думаю, это прихвостный шах-султан. Наверняка кто-то из них. Я сейчас же пойду и допрошу всех, госпожа. Не нужно. Поднимем шум, никогда не узнаем, кто это. Да! Госпожа, она к вам просится. Иди, Химашах. Иди. Химашах, любимая моя. Почему она не с Эмине? Эмине Хатун отлучилась, госпожа. У неё какие-то дела. Оставим это, Гюльфэм. Ты что, о Мехримах пришла поговорить? Пусть делает, что хочет. Нет, так нельзя, госпожа. Она уже ведёт себя, как Хюрем в гареме. Не поминай её. Я так и жду, что Хюрем выскочит откуда-нибудь. Не приведи Аллах. Ещё бы от Рустема так же удачно отделаться. Он сидит очень прочно, госпожа. Его-то уж никак с места не сдвинешь. Нет, я знаю один способ. Рустем ведь ревнует Мехримах даже к собственной тени. И если бы нам удалось Рустему в душу зерно сомнения заранить, то он сам себя затерзает. Или Мехримах станет неугоден. Редактор субтитров А.Семкин Мехримах. Ты что там делаешь? Госпожа, да я решила в шкафу немного прибрать. С вашего позволения, я к Хюмашах Султан пойду, госпожа. Моя матушка часто любила повторять. И я запомнила это навсегда. И ты заруби себе на носу. Нет ничего важнее, чем верность. Вот. Приятного аппетита желаю тебе. Ешь. Специально для тебя пирожок сделал послаще. А яда туда положил достаточно, а то выживу вдруг не сдобровать тебя. Вот ведь человек. Никак не угодишь тебе, Мирджанага. Ну что такое? Ты можешь просто съесть и сказать «очень вкусно». Что, так трудно? Принячи свои записи. Посмотрю, что ты на рынке купил. Ай, Мирджанага. Ой, Мирджан Паша. Вам здесь удобно или мне сопроводить вас в ваши покои, Паша? Его тут даже пирогами кормят. Ну ты посмотри. Не всё тебя ими ублажать. Вот, прошу. Мирджанага, проверишь потом их, а сейчас Михримах Султан приказала, чтобы ты Шах Султан пригласил к ней на ужин сегодня. Да? А что такое? Ей ведь запрещено появляться здесь. А я знаю. Мне не объявили. Таков приказ. Но ты едешь, а то я пошлю кого-то ещё. Да, я уже поехал. Давай. Давай. Скачи. Симбеляга, у госпожи какие-нибудь пожелания насчёт блюд есть? Перепилов, Перепилов. Перепилов хочет, сказала. А ещё плов сделай из пшеничной крупы, он у тебя знатный. Да где я возьму этих перепилов? А если и найду, я не успею приготовить их к ужину. Это твоё дело. Я тебе сказал, госпожа желает Перепилов и ничего другого. Наша незабвенная госпожа, Юрем Султан Перепилов, тоже очень любила. Так что давай, иди. Иди быстро, беги. Беги, шикер. Давай, пирожку съем. Да. Шекзады? Моя милая Джихан, сокровище моё. Ну как ты, дорогая? Всё хорошо, шикзады. Жду, не дождусь, когда увижу сыночка. На руки его возьму. Я тоже жду его с нетерпением. Надеюсь, своим отцом мой сын сможет так же всегда гордиться, как я горжусь своим отцом. Я не сомневаюсь. Да хранит вас, Аллах Шекзады. А где Ильяс, ага? Его что-то не видно. Да он уехал на рынок, у него там дела. Остановили мы оспу наконец-то. Расползтись ей не дали. Но всё равно надо беречься, особенно тебе, Джихан. Тут, что ли? Вот там, да. Ильяс. Расползтись ей не дали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпожа, добро пожаловать. Но ведь ты говорила, что видеть меня во дворце не хочешь. Я передумала, изменилось кое-что. Ваша позиция, например. Я очень благодарна, что вы преодолели самолюбие и не приезжали сюда. Но по слухам, некоторые считают, что я испугалась. В гареме вечно о чём-то судачат. Но я-то ведь знаю, почему вы не приезжали. Вы считаете, что я ещё ребёнок, и всерьёз не принимаете меня. Я бы сказала, я не хотела, чтобы ты совершила ошибку. Я очень тронута. Я заказала особые блюда для вас. Давайте не дадим им остыть. Выглядит всё аппетитно, не так ли? Шекер Ага очень старался. Ну, Шекер Ага большой мастер своего дела. Вы правы, изумительно. Все эти вкусные блюда любила моя матушка. Она обожала перепелов. Ну, что вы, не бойтесь, госпожа. Не стану же я травить вас у себя в покоях. Мэр Чанага. А тебе, я вижу, верить нельзя. Какой у нас был договор? Эта часть Золотого Пути моя, твоя другая. Шах Султан приехал, а я хочу повидать её. Не выйдет. Госпожи, уже за столом жди, когда кончится ужин. И всё-таки я пройду, я должен её... Запрещено. Строгий приказ госпожи, никто не должен входить в покои. Я сказала, у себя в покоях. Но у них одна хозяйка. Моя матушка. В голове не укладывается. Великолепная, умная, сильная женщина вот так закончила свою жизнь. Она не заслуживала этого. Знаешь, я не стану скрывать Мехримах. Хюрем я не любила, извини. Однако ты права, она такого не заслужила. Да упокоит Аллах её душу. Аминь. Джихангир ночью иногда просыпается с плачем. Говорит, видел во сне мамочку. Он ждёт и верит, что она вернётся. На каждый стук двери бежит, надеется, что это она. Простите меня, госпожа. Я об этом не хотела говорить, портить вам настроение. Так как есть кое-какие обстоятельства, которые испортят его ещё больше. А именно. Иди, Эмин Эхатун. Подойди сюда. Вы же знаете Эмин Эхатун, не так ли? Она вот говорит, что это вы её устроили в наш дворец в тот день, когда я родила. Так она, оказывается, ваша лазутчица. Гюль Фэм Хатун. Что такое, Эмин Эхатун? Что ты делаешь тут? Дела очень плохи. Шах Султан во дворце, она у Мехримах Султан сейчас. Меня не пускают к ним. Только вы туда сможете пройти. О, Аллах! А зачем приехала госпожа? Я расскажу. Пойдёмте скорее. Гюль Бахар. Это моё письмо повелителю. Я изложила в нём всё, что рассказала Эмин Эхатун. Ты ничего не докажешь. Поверит не какой-то рабыне, а мне. Вы не учли, что есть я. Или недооцениваете меня. На письме ведь будет моя печать. И я кое-что ещё добавлю к признанию имены Хатун. Ты опустишься до клеветы? А это не клевета. Совершено преступление и не одно. О всех, возможно, мы и не узнаем. Но скажем, например, выяснилось, что это вы, Нигер, тайком провели в дворец. И ловушку для матушки, хотя Джо Султан готовила не одна, вы тоже участвовали? Нет, здесь я совершенно ни при чём. Это ложь. Но, учитывая обстоятельства, кому поверит поверитель, мне или вам. Что ты от меня хочешь, Мехримах? Я давно жду этот вопрос. Не бойтесь, госпожа. Я всё понимаю и буду милосердна к вам. Всё-таки мы одной крови. Я хочу лишь одного. Вы должны уехать. Уехать прямо завтра из столицы. И никогда больше сюда не возвращаться. Но если всё узнают, тоже так будет. Меня тогда всё равно в ссылку отправят. Так что же мне даёт твоё предложение? Я же знаю, вы гордая женщина. И вам бы, думаю, хотелось уехать, не потеряв достоинства. Ты на Хюрем, говорят, поразительно похожа. Нет, ты не просто похожа на неё. Ты не копия её, ты Хюрем. Для меня это великая честь. Да, и ещё. У меня есть к вам одна просьба. Я бы очень хотела, чтобы какую-то часть своих богатств вы пожертвовали в фонд Хюрем Султан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпожа, что случилось? Госпожа. Госпожа. Ну вот всё и кончено, Сюмбюль. Госпожа, она всё согласилась? Да, я бы тоже согласилась. Это лучшее предложение в подобном положении. А эту предательницу в море. Я умоляю, пощадите меня, госпожа. Ну, пожалуйста. Пощады не жди. Меня зовут Нихримах. Я не прощаю предательство. Нихримах. Спасибо. Поэтому. И и сегодня. Спасибо. Где ты пропадал вчера? Ты вернулся поздно. Сокола потерял одного шехзаде. Искал его. Да, соколы у тебя ценные. Ну, нашел, надеюсь? Нашел, шехзаде. Если желаете, я сразиться могу с вами. Что ж, бери меч, выходи. Я только буду рад. Покажи свое мастерство. Матушка. Шехзаде. О, Аллах, надеюсь, оно не разбилось. Неужели это зеркало такое ценное? Очень. Ну, Габриэла говорила мне так. Сеньора Габриэла? Да, она. Это зеркало греха. Согласно легенде, это зеркало оберегает человека от всех грехов. Оберегает? Да, оберегает. Я верю в такие вещи. Но есть одно условие. Грех совершать нельзя. Совершишь грех, зеркало треснет. Или разобьется и отворятся врата несчастья. Я иду на совет. Зашел вам руку поцеловать. Да не заберет у меня милостивый Аллах твой светлый лик. А у меня ваш. Да. Да. Шекзаде. Шекзаде, я вас ранил? Ерунда. Давай продолжим. Простите меня, Шекзаде. Ну как же я так неосторожно? Да ты просто задел слегка. Бери меч. Это пустяшная рана не помешает мне победить. За лекарем бегите, Шекзаде. Пойдемте в покой. Надо срочно перевязать рану. Главный сокольничий Ильяс прислал вести, госпожа. Конец близок. А он написал, что он придумал. Я говорила тебе, Ильяс очень умен. Прекрасный нашел способ. Теперь уж нас точно не заподозрит. Умный-то он, конечно, умный. А будет ли он всегда верным? А если нет? Слушай, не каркай. И душу мне не рви. Я Ильясу верю. Он готов жизнь свою отдать за Шекзаде. КОНЕЦ Я здесь, Мирджан. Госпожа. Мне не хотелось уезжать, не попрощавшись с тобой. Госпожа. Что вы такое говорите? Вы уезжаете куда? Если Меркеса Фенди разрешит, присоединюсь к его Дервишам. Буду жить отныне там. И я помогала Дервишам, построила Теке в одной из обителей. Исмахан сейчас у отца. Но она тоже со мной поедет. Госпожа. Госпожа. Добрая весть для вас. Как только что мне сообщили, во дворце Шах Султан уже собирает срочно вещи. Прекрасно. Кроме того, Шах Султан сегодня пожертвовала фонд Хюрем Султан несколько сот тысяч Акче. Госпожа. Клянусь Аллахом. Я еще не встречал человека такого ума. Зачем, госпожа? Почему вы согласились? Мы нашли бы какой-то выход. Нет, так лучше, Мерджан. Не могу больше. У меня нет сил бороться. Да и не гоже сражаться с тем, в ком течет твоя кровь. Госпожа. Я прошу вас. Раз вы уезжаете, возьмите и меня с собой. Мерджан. Ты единственный человек в мире, которому я могу доверять. Ты меня никогда не обманывал. Никогда не жаловался. Не роптал никогда. Ты верой и правдой служил мне многие годы. Но придется расстаться. Ты во дворце с повелителем останешься. Нет, нет, госпожа. Нет. Я за вас жизнь отдам. Мерджан, ты останешься с повелителем, будешь рядом с ним. Ты его будешь защищать. Чтобы эти тираны его не растерзали. Госпожа. Это мой последний тебе приказ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что значит, так получилось? Ну, а если бы, не дай Аллах, это всё по-другому закончилось? Нет, виновника надо наказать обязательно. Да уж будь спокойна. Дай только рана затянется. Какая беспечность. Какая легкомысленность. Джихан-Султан, пойдём успокоим. Бедняжка. Бедняжка, верно извелась вся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фахрия Хатон права. Я заслуживаю наказание. Оставим это. Ты скажи, как поход. Новости есть? Ну что, Шахзаде, как он? Ты успокойся. Шахзаде здоров. Только лёгкая царапина, и всё. Нет, скажи мне правду. Я обманывала тебя когда-нибудь? Я сказала правду. Пойдём, Шахзаде отдохнуть нужно. Большинство венгерских крепостей отвоёвано у австрийцев Шахзаде. Армия двигается на Эстаргум. Не сегодня-завтра и эту крепость возьмут. Иншаллах. Рана ещё кровоточит. Позвольте, я поменяю повязку. Да, лучше ты. А то у женщин, раз кровь, значит всё очень серьёзно. От Хайреддина Паши есть вести? Средиземное море уже практически личное владение Хайзыра Хайреддина Паши, Шахзаде. Это хорошие новости. Мне нравится Паша. Он великий воин. И просто прирождённый флотоводец. У него почти не было поражений. Но он меня не любит. Почему вы решили так? Да он же сторонник моего брата. Да ещё с Санжаками эта история вышла. Это вам так кажется, Шахзаде? Хайзыр Хайреддин Паша никого не выделяет. А теперь отдохните немного, Шахзаде. Благодарю, Ильяс. Как хорошо, что ты рядом. С тобой я чувствую себя увереннее и сильнее. В окрестностях крепости Эстергом, 1543 год. Повелитель, воля Аллаха, Эстергом вошёл в состав османских владений. Вести добрые, я надеюсь, государь. От Шахзаде Мехмеда Хаджачилиби. У него всё хорошо. Шлёт свои молитвы за нашу победу. Мы все, Шахзаде Мехмеде, слышим только хорошее, повелитель. Он умный, Санжак Бэй, серьёзный. Аллах, да наградит каждого родителя такой отрады в жизни. Аминь. Пора в обратный путь, а мне и возвращаться не хочется. Повелитель, может, вам отдохнуть какое-то время в Эдирное? Дети к вам приедут туда. Тихая жизнь в семейном кругу лечит иногда лучше лекаря. Как говорил пророк, время, проведённое с чадом, подобно времени, проведённому в раю. Стража! Назначение Шахзада Мехмеда наследником престола не означает, что я люблю его больше других детей, Хаджачилиби. У каждого из них есть место в моём сердце. Хе-хе. Совершенно верно. Безусловно. Вы заговорили о детях, и я подумал, что они как то множество цветов, что растут у меня в саду. У одного чудесный цвет. Тебе он так нравится, ты не можешь глаз от него отвести. Прямо зачаровывает. А другой такой небесной красотой сияет, что даже затуманивается взор. Эх, а этот, смотришь, невелик вроде, а сильный и очень крепкий. Изумляешься и радуешься. Бывает и слабенький, больной даже. Половина листьев опала у него. Ты его жалеешь, сострадаешь ему. Ну, а с каким-то горе одно. Такой дерзкий. Все цветы из сада вытесняет. И всё-таки вырвать и выбросить его не можешь. А тот, глядишь, растёт тихонько. Снег ли идёт, солнышко ли светит. Поливай его, и всё. И все они, повелитель, в итоге появились из одной земли. И все они в одном саду выросли. И если ум твой может сделать различие между ними, то твоё сердце его никогда не допустит. Я уже давно вижу один и тот же сон. Шекзаде Мехмед лежит на моём троне и крепко спит. Что это может значить? Повелитель, это какая-то мысль вас терзает, не даёт покоя. Возможно, из-за назначения Шекзаде Беем в Манису. Полагаю, так передаётся. Образно ваше сомнение, справедливо ли вы поступили, государь. Это старый сон, Эфенди. Я впервые увидел его, когда Мехмед только родился. Надо толковать его как добрый. Только как добрый знак. Да. Редактор субтитров А.Семкин Шекзаде, сюда, помогите, позовите лекаря. Шекзаде, Шекзаде. Повелитель. Говори ему, Кочелу, с чем пришёл. Если позволит мой благородный падишах, я хотел бы уехать домой. Уедешь на следующем бибаке. Сейчас ещё опасно. Повелитель, вы не волнуйтесь за меня. Я эти земли вдоль и поперёк знаю. Если неверные или бандиты нападут, они очень пожалеют об этом. Значит, не можешь жить вдали от Дуная. Тому, кто стремится уехать, мешать негоже. Даю тебе своё позволение. Поезжай и прославь блестящими победами при граничье. Вы мне оказали великую милость. Не сердитесь, государь. Я не сержусь. Я твоей службой всегда был доволен. Уверен, ты и дальше не подведёшь. Да хранит тебя, Аллах, в добрый путь. Повелитель. Что за срочность? Зачем ты сбал меня? Тут такое дело, Финди. Я получил сегодня вести. И такие, что должен уехать немедленно. Случилось что? След о Леоге обнаружили. Мои люди. Я поеду туда и поймаю эту гадину. Уверитель приказал. Я не говорил ему. Не хочу, чтобы он знал пока. Ничего же неизвестно ещё. Пусть лучше не знает, а то будет надеяться, а всё окажется пустым. Ты правильно решил. Хочешь, поеду с тобой? А с повелителем кто останется? Я сказал, что уезжаю домой. Пусть так думают все. КОНЕЦ КОНЕЦ Мехмед, сынок, Мехмед, Мехмед, Мехмед. Мехмед, 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 сынок, Мехмед, Мехмед, Мехмед. Повелитель. Фахрия, а Мехмед где? Я надеюсь, он уже здоров? Да? Простите, госпожа. Туда нельзя. Отойдите. Я хочу увидеть брата. Отойните, сказала, а то голову отрублю. Госпожа, прошу вас, болезнь заразная. Нельзя. Не приведи аллату. Все, припустите, я должна увидеть брата. Мехмед. 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 Мехмед? Мехмед. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По возвращении я начну строить мечеть. Архитектор Сина-Нага уже извещен и ведет подготовку. Это должна быть мечеть, достойная великого повелителя, вашей мощи и вашего величия, государь. Иншалла. Однако немаловажно, где мечеть будет стоять. Не извольте беспокоиться, повелитель. Список подходящих мест я составлю и представлю вам. Хорошо. Только ты не забудь, Рустам Паша. Выбирай такие места, чтобы мечеть не закрывала свет в домах моих подданных, чтобы все были довольны. Повелитель, гонец Санджака Сарухан. Он просит вас срочно принять его. Пусть войдет. Повелитель, я гонец Шехзаде Мехмеда Хазрат Лири Амер Чауш. Говори, Амер Чауш. Шехзаде Мехмеда Хазрат Лири в результате заражения оспой отошел в мир иной. Почему вдруг смолкли все голоса? Я слышу биение собственного сердца. Хочу вдохнуть чудный аромат кустарос, ибо запах крови и пороха сжет мою душу. Я слышу биение собственного сердца. Природа, деревья, птицы. Не молчите, скажите, ты победил. Победил, скажите. Только вот больше уже не суждено никогда улыбки осветить твой лик. Ты погрузился во тьму, скажите, и не видишь истины. А в чем истина? Один лишь Аллах знает. То, что ты видишь над своей головой, это не солнце, Сулейман. Иначе почему оно тебя не слышит? Разве оно не услышало бы? То, чем ты дышишь и задыхаешься, это не воздух. Иначе почему он не вселяет в тебя жизнь, а сердце не хочет биться? То, почему ты ступаешь, это не земля. Иначе почему она не забирает тебя к себе? Почему твое тело не обращается в землю, когда душа страдает под пытками в этом мире? Субтитры создавал DimaTorzok Разве ты не страдал, Сулейман, из-за любви к Анару? Разве не погиб ради этой любви? Разве не сгорел и не обратился в пепел? Разве ветер не развеял каждую твою частичку? Разве не развеял по миру твой прах? Разве не создавал Димат? Разве не удовлетворяй-би-би-бе-бе-бе-бедой Субтитры создавал DimaTorzok А пока все еще в Маниси, где вы прикажете его похоронить? Сюда привезите моего сына. Привезите его в столицу. Поверитель у себя? Да, у себя, госпожа. Однако он приказал никого не пускать. Твоя темнота, твоя темнота чернее ночи, Сулейман. И осветить ее могло бы лишь в соединении с возлюбленной. Это расплата за твои грехи, за твои преступления. Субтитры создавал DimaTorzok Что это за ночь такая? Мою душу разрывает боль, снидает безысходное отчаяние, А небеса лишь молча наблюдает. О, возлюбленная моя, чей лик подобен солнцу, Повелительница моего сердца, Покорительница благородных властителей, Где же ты? Услышь мой голос, забери меня к себе. Куда вы делись, ангелы, дьявол, Обитающие на моих правом и левом плечах? Услышьте мой голос, Поспеши, о Создатель. Я не могу больше жить так. Создатель. 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 Повелитель. Чудо. Всевышний сотворил великое чудо, Повелитель. Я Хюрем. Да, это я. Наложница султана Сулеймана. Его законная жена. Мать его пятерых детей, Хюрем. И я. Хюрем. Кто решил, что я должна испить горькую чашу страшных мучений? Кто совершил этот грех? Кто виновен в нем? Мои враги? Или мои собственные темные тайны, мои проступки и есть мои главные недруги? Испытание это? Или возможность очиститься и вновь возродиться из пепла? Испытание это? 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 Испытание это?